МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья мои, показухой не отделайтесь. И президент, и его команда не задействованы ни в одном коррупционном деле. Прошу очень. У вас есть политическая воля, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Смело выносите мусор из избы. Перед капитальным евроремонтом очищайте наш дом от коррупционеров, преступников и активнее информируйте общество о вашей работе. Скромность тут ни к чему. Там, где у вас есть реальный результат работы, а они есть, говорите об этом. Канада направила помощь для украинских военных. Самолет с тремя тысячами комплектов зимнего обмундирования и медикаментами накануне приземлился в аэропорту Борисполь. После разгрузки помощь сразу же отправят в зону проведения АТО. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Первая партия зимней экипировки для украинских военнослужащих в АТО обошлась в полтора миллиона долларов. Данная форма пошита из вода и ветро-непроницаемого материала. К тому же, по словам канадских военнослужащих, она очень удобна. Да, у нас в Канаде такая же форма, только другого цвета. Правда, мы недавно запустили обновленные формы, но вы посмотрите на людей возле самолета. Формы отличаются только по цвету. У нас носят такую же форму. Ранее министр обороны Канады Руб Николсон сообщил, что АТО предоставит Украине военную помощь на 11 миллионов долларов. В скором времени также ожидаются поставки систем тактической связи, приборов ночного видения и передвижных медицинских установок. В ответ на прямой запрос Министерства обороны Украины мы предоставляем большое количество военного снаряжения нелетального действия украинским вооруженным силам. В помощь входят 30 тысяч зимних курток, 30 тысяч пар штанов, 70 тысяч пар берцев по технологии Гортекса и 4,5 тысячи пар рукавиц. Принять помощь из Канады приехал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, в такие времена нашу страну поддерживает весь мир. Находясь здесь, в нашем аэропорту, на фоне этого самолета, мы не просто понимаем, но и чувствуем, что мы не одни в борьбе с российской агрессией, что у нас есть настоящие друзья, с нами их солидарность, мы не безразличны миру, и США, Канада, ЕС, страны Азии, весь цивилизованный мир в один голос поддерживает Украину. Сразу после разгрузки самолета у Борисполя зимнюю одежду передадут бойцам. До конца этого года Украине предоставят 30 тысяч комплектов зимнего омбудирования. Веграника Сектым, Нина Герасименко, Владлен Ноль, БТБ. Один мирный житель погиб на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, в течение суток на территории Донецкой и Луганской области зафиксировано 16 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков. В частности, из минометов и ракетно-зенитных установок ГРАД были обстреляны Трехизбинка, Ольховая, Огорская, Крымская, Макарова, Счастье, Станица, Луганска, Сокольники, Авдеевка, Пески, Николаевка, Новобахмутовка и Тоненькая. Украинские артиллеристы для защиты мирных жителей Донбасса от бандформирования нанесли 27 огневых ударов по местам ведения огня боевиков. Всего за сутки украинские военные отбили 38 атак врага. Также террористы несколько раз пытались атаковать позиции сил АТО в терминалах Донецкого аэропорта. Все попытки отбиты. Стратегический объект по-прежнему под контролем украинских войск. Но за время конфликта на востоке Украины погибли 4356 человек, включая 298 жертв сбитого малазийского Боинга. Об этом сообщает ООН на своей странице в Твиттере. За период проведения АТО ранено более 10 тысяч человек. Кроме того, Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенные случаями насилия на востоке Украины. Он призвал расследовать сообщения об убийствах, похищениях и жестокости на Донбассе. Россия не может влиять на решение Украины о вступлении в НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Толтенберг. По его мнению, любое суверенное государство самостоятельно решает, хочет оно быть членом той или иной организации, нацеленной на обеспечение безопасности. Столтенберг отметил, что в Альянсе уважают решение принятое Украиной несколько лет назад не вступать в военные блоки. Тем не менее, сейчас генсек заявил, что и НАТО, и ООН в частности, примет позицию Украины, если та изменит ее. Генсек НАТО подчеркнул, что ни одна страна, не входящая в Альянс, не может рассчитывать на право вето украинского выбора. В России запущена очередная межконтинентальная ракета «Булаван». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Федерации. Стратегическая атомная подводная лодка «Александр Невский» запустила ракету из Баранцева моря. Стреляли из-под воды. На боевые блоки ракеты упали на полигон «Куран» на Камчатке. Испытательные пуски «Булавы» в этом году происходили более успешно, нежели предыдущие. Эксперты предполагают, что этим Россия хочет показать миру свою мощь. Боевики на Донбассе угрожают экономической безопасности Европы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Богуслав Саботко. Газопроводы, по которым российское голубое топливо поступает через Украину в Европу, частично проходят по территории, которая сейчас занята боевиками. По мнению главы чешского правительства, на этих территориях могут происходить кражи газа, который предназначен для ЕС. Это угрожает энергобезопасности Европы. Политик отметил, что сейчас крайне необходимо обеспечить возможность Центральной Европе пережить перебои в поставках топлива из России. Для этого нужно в кратчайшие сроки завершить строительство газопроводов, соединяющих Центральную и Восточную Европу с Польшей. Ну и сегодня санкционный список Евросоюза расширится на 13 лиц и 5 организаций. Имена людей и названия организаций будут опубликованы в официальном журнале ЕС. Однако уже сейчас известно, что они причастны к деятельности псевдореспублик на востоке Украины. Сами санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза, а также замораживание банковских активов. Напомню, общее число лиц, против которых были применены ограничения за действия, направленные против территориальной целостности Украины, теперь составит 132 человека и 28 организаций. Более 660 тысяч переселенцев из Донбасс обратились в пенсионный фонд по поводу перевода выплат в другие регионы. При этом всего на учете фонда состоит более 2 миллионов человек. Об этом сообщила заместитель председателя правления фонда Валентина Никитенко перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров. В течение двух часов к ней дозвонились и задали вопросы 25 граждан. Ну а перед этим Никитенко рассказала, куда нужно обратиться переселенцам, чтобы получать пенсии и какие документы необходимо иметь при себе. На сегодня всем пенсионерам, которые получают пенсии по новому месту жительства или временной регистрации, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения, получить справку. Справка в пенсионный фонд передается автоматически. Времени осталось немного, но мы должны все сделать для того, чтобы наши пенсионеры продолжали получать пенсию по новому месту жительства и в дальнейшем. В Национальном банке Украины не подтверждают информацию о массовой фальсификации гривны так называемыми ДНР и ЛНР. Банки не сообщали регулятору о большом количестве подделок. Поэтому информация, которую распространяют некоторые СМИ, носит провокационный характер. Об этом заявил замдиректора профильного департамента Нацбанка Владимир Тищенко. По его словам, в этом году по сравнению с прошлым, напротив, наблюдается снижение количества фальсификаций более чем на 1,5%. При этом нацвалюту подделывают в 12 раз реже, чем евро. Ведь украинская денежная единица хорошо защищена специальными элементами. У гривны их от 14 до 20, в зависимости от номинала. Чаще всего подделывают 5, 20, 50 и 100 гривен. Поэтому надо тщательно проверять купюры на предмет наличия водяного знака, который повторяет основной рисунок банкноты. Также должна быть защитная лента с микротекстом, а сама гривна должна быть рельефной на ощупь. На купюре есть и скрытый рисунок номинала, который можно увидеть при остром угле. Есть защитные элементы, которые видны только при ультрафиолетовом и инфракрасном излучении. Такие детекторы есть в отделениях банков и в некоторых магазинах. Если человек сомневается в подлинности банкнот гривни, он должен обратиться в любое отделение банка. Банк возьмет у него эти банкноты на исследование с оформлением соответствующих документов. Оформляется заявление, выдается человеку справка о принятии на исследование этих банкнот. И в дальнейшем учреждение Национального банка его проведет. Если же банкноты настоящие, человеку будет возмещена эта сумма. Если банкноты поддельные, значит они будут изъяты без возмещения их стоимости. Территориальное управление Национального банка проверяет банкноту в течение пяти дней. Если же у человека изъято две и больше сомнительных купюр, тогда задействуются правоохранительные органы. Ну и согласно Уголовному кодексу, преступлением считается изготовление, преднамеренный сбыт или использование фальшивых купюр. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь на нашем канале и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok